Здравствуйте, товарищи зрители! Перед вами видео из рубрики «Ответы на вопросы». Это значит, что я выписал самые интересные, важные, злободневные темы, которые вы, мои зрители, писали. Это вопросы, какие-то комментарии, претензии, просьбы что-то пояснить. И это касается не только здоровья, а вообще сферы жизни в целом человека и, так сказать, планет. Ну, то есть, очень глобальные, важные вопросы, интересные. Начинаю зачитывать темы. Я сначала вам зачитаю в порядке, в таком, в котором я буду зачитывать вопросы и отвечать на них. Поехали. Какие темы будут? Просто чудо. Через час с лица ушли привычные уже отеки. Сын растет, богатырем, и мои дети ни разу в жизни животной продукции не пробовали при этом. Чем вреден гоголь-моголь? Есть ли препараты против курения? Лучшие инвестиции в здоровье это. Какую муку покупать для выпечки хлеба без глютена? Когда вы замените пластиковые баночки на стекло? А если фрукты выращены на чистой почве, то можно переходить на фруктоедни без опасений? Можно ли наливать в генератор водорода слегка теплую воду? У меня потребление сладкого выросло в разы. Чем его заменить? Хлеб я очень любила, но вот как я отказалась от хлеба? Мои кошки передают вам благодарность за корм. Теперь на целый год у меня есть лучшее мыло, какое я когда-либо использовала. Была ли эволюция, как по-вашему появилась жизнь на земле? О происхождении человека расскажите. Александр Андерсон, веган, считает, что земля плоская. Поговорим об этом. Батат. Вреден или полезен? Можно ли обрабатывать дачные участки от комаров и клещей? Купил инфопродукт 22 и скажу так. Тем, кто не умеет анализировать и не конспектирует ваши лекции, это очень важно. Он очень нужен. Зачем сахар в лимонную кислоту? Надо добавлять натуральный мед. Пью воду только с родника. Ваш прибор это хорошо, но я лучше по старинке. Пользовалась вашим эко-спреем для предотвращения вирусных инфекций. И, о чудо, ни разу не только никто не заболел в семье. Даже насморком в разгар сезона. Хотя раньше болели за зиму много раз. Быдляшки смеются и говорят, что все сейчас вредно. Ха-ха-ха. Какая разница, мол. Уважаю людей, которые пидорасов называют пидорасами. Все-таки насчет кругозора от пребывания за границей поспорю с вами. Только пожив за границей, я понял, сколько... Ну, об этом, собственно, в конце видео. А теперь по порядку. Зачитываю и буду все вам пояснять, отвечать. Уверяю, будет интересно. Юрий Андреевич, здравствуйте. Сегодня с почты забрала свой заказ вашей продукции. Фукус и фульвовую кислоту с кремнием. До ужина приняла фукус. Во время ужина фульват с кремнием. Через час с лица ушли привычные отеки. Нахожусь на девятом месяце беременности. Я в шоке от такого результата. То ли это так фукус подействовал, то ли фульвовая кислота с кремнием. Буду принимать дальше и наблюдать. Спасибо вам огромное. А подействовало это комплексно. И у вас был тотальный дефицит определенных минералов, без которых вода не могла выходить из организма. Это магний, кремний, как раз калий. И не только. То есть в полной мере вы не могли решить проблему эту. Да, ну и на всякий случай здесь скажу еще, что сахар тоже заставляет воду удерживаться в организме примерно как соль. Даже хуже. Поэтому слишком много соли при отеках нельзя? Слишком. А сладкого вообще не советую. А фукус это уникальная штука. Я скоро сделаю видео, знаете про кого? Про Ксению Петровну Гемп. Это уникальная женщина. И очень многие ленинградцы обязаны ей выживание во время Великой Отечественной войны, во время блокады. Эта женщина мини-ломоноса в юбке. Про нее стоит сделать отдельное видео, даже по российскому, по-моему, телевидению. Ну, по какому-то из главных каналах. Недавно про нее было видео. Это очень, конечно, важно. Я сам ездил в Рахангельск, где она жила. И вот даже общался с людьми, кто ее знал. В общем, будет такое видео. Ладно. Так вот, фукус. К чему я это? Фукус. Она миру открыла фукус. Ладно, идем дальше. Доброго времени суток. Из Беларуси. Юрий Андреевич, благодарю за очередное интересное познавательное видео. Услышала от вас про женщину, которой посоветовали есть мясо, чтобы было грудное молоко. Ну, это кто-то там. Обязательно мясо надо есть, чтобы грудное молоко. И не удержалась, решила написать. Вот благодарю, что написали. Я вегетарианка, причем в моем рационе термообработанной пищи процентов 20-30, не более. А остальной живой, соответственно, сырой, термо необработанной. Питаюсь два раза в день. Младшему ребенку 4 годика. Выносила без проблем. Родила без проблем. И до сих пор 4-летнего малыша подкармливаю утром и вечером грудным молоком. Ну, надо же. То есть, видимо, другой ребенок. И вот, ну, я так полагаю. И кормит еще того. Растет богатырем. Дети ни разу в жизни животной продукции не пробовали. Со здоровьем у всех все замечательно. Ну, вот это прекрасно. Но, естественно, это только в том случае, если родители, мама, не делают тех ошибок, о которых я во всех своих лекциях во многих рассказывал. Ну, посвященных ошибкам. На сыроедении, веганстве. Значит, вот очень важное видео, где я разбирал лекцию Наталии, Наилевни, по-моему. Не помню, там, Макбрайн, там, как-то так ужас просто, значит, такая гремучая смесь. Ну, неважно. Там как раз я разбирал все вот эти глупости про, так называемое, так сказать, такое мясное кето питание или палеокорневор. А почему там есть результаты положительные, и это естественно. И что будет позже. И почему у многих веганов в сыроедении есть проблемы, ошибки. Вот там я прям подробно разбирал, очень советую посмотреть. А если нет этих проблем, ошибок, ну, или там, например, со знанием дела человек подходит к любой проблеме, к вопросу, или просто повезло, но с течения обстоятельств он просто делает более-менее все правильно, и у него нет дефицита в питательных веществах основных, то тогда вот это, что называется, повезло, либо со знанием дела без везения. Далее. Огромная благодарность вам. Словно луч света вы показываете нам путь-дорогу. Отдельная благодарность за ваши продукты. Благодарю вас, очень рад за ваше письмо, высокий отзыв. Ну, и хочу сказать, что да, наши продукты, вообще вся продукция, которая на нашем сайте nadgard.ru или продукты от Фролова представлена, это все, что нужно для жизни. Вот для здоровой жизни, крепкой, сильной жизни. Все. Вот так. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Если я правильно понял, то, как оказывается, гоголь-моголь, это желток, сбитый с сахаром до такой пены, крема, да, лучше заменить яичницей глазунь. Так, естественно, там сахара не будет, и к тому же, да. Видимо, гоголь-моголь, вот в чем тут суть тоже, правильный человек пишет, окисляется при его приготовлении. Так? Благодарю вас, Юрий Андреевич, за труды. И совершенно верно, там в гоголе-моголе две проблемы. Первая – это сахар, потому что сбивают с сахаром, поэтому и получается крем-пена. И проблема, почему, кстати, и цвет меняется, идет окисление жиров. При окислении жиров образуются канцерогены. Например, молекулы гиперпероксидлипида. Это очень тяжелые мутагены. Сахар – это еще и гликирование происходит, а в желтках тоже есть часть белка, ну, небольшое количество гликирования происходит, и другие проблемы. Поэтому это очень вкусно, и ровно насколько это вкусно, настолько это и вредно. Так, у вас имеются препараты против курения? Нет, дорогие друзья, с курением надо поступать по-другому. Во-первых, посмотрите лекцию, наберите в Ютубе «Профессор Жданов. Как бросить курить?» «Куря». Там человек курит и определенную записывает слова, и определенным образом курит. И вот он уже понимает, что это вредно, делая выписки определенные, меняя методику курения, чувства у него возникают, и очень важные психологические, плюс те, как физические. Как в первый раз, когда он курил, и противно было. Вот не буду расшифровывать, посмотрите это видео, и плюс убежденность в том, что это пора, что нет уже у тебя не то, что годы впереди, а одного дня. Вот так. Здравствуйте в поддержку канала. Присоединяюсь к комментариям про лучшие инвестиции в здоровье от продукции, Юрий Андреевич. Аналогично. Чем больше приобретаю продуктов на сайте Надгар, тем меньше уже покупаю в обычных магазинах. И не могу уже это. Некачественное есть. И деньги реально сохраняются, или прибавляются, но уже по факту существуют. Исключительно для качественной, полезной продукции от Фролова. Ну, то есть, да, это отдельная, конечно, тема, она такая нематериальная, не все поймут, что если у человека есть очень серьезная идея, или мечта, или высокая, чистая, светлая, или вот, ну, направленная на просто правильную, не то что качественную жизнь, здоровую, это тоже важно, но просто на правильную, исключая глупости, бред, металлогизмы, у человека под эти идеи, мечту эту, находятся и средства. Конечно, как говорится, на Бога надеюсь, сам не плашай, но тут все это очень гармонично происходит обычно. И вот еще один из таких подтверждений. И браво, видео, как всегда, на высоте. Благодарю. И я советую вам подумать об этом тоже. И все-таки не жалеть деньги, а приобретать качественные продукты, которые вам и жизнь прибавят, и разума, больше, ну, светлый, чистый разум, ум от чистой еды, это же безусловно. И другие возможности откроются. Здравствуйте, Юрий Андреевич, не то что благодарность, а нижайший вам поклон за огромный труд буду у вас покупать муку. Это на другом нашем сайте по зерну и муке, вот на этом сайте. В чем суть, дальше читаю. Только скажите, какую нужно для хлеба, желательно без глютена, муку покупать, так как я приобрел хлебопечь. Заранее спасибо, мощного вам здоровья, всех благ. Благодарю. Значит, насчет хлебопечи. Если это такая маленькая портативно-электрическая, то там технологии рассчитаны под дрожжи, вам надо будет очень много экспериментировать, чтобы выпекать без дрожжей. Я надеюсь, вы понимаете, что с дрожжами нельзя, ну, вредно. Значит, идем далее по вашему вопросу. Значит, смотрите, в любой муке глютен есть хоть какое-то количество, просто его где-то меньше, где-то больше. В старых сортах 100% меньше. Вот пол бы из пельта, там меньше всего. Это старинные русские сорта пшеницы, северные причем, да? Как говорится, у Пушкина, помните? Есть же там не давай вареную полбу. Вот. Ну, и вообще вся наша пшеница, рожь и другие злаки, они, по крайней мере, био, органик с сертификатами. То есть, они органические, выращены без химии однозначно. Кто-то выпендривался, мне даже писал, что это невозможно в наши дни. Конечно, это возможно. И к тому же, вот мы боремся только с одной бедой. Поскольку зерно химически ничем не обработано, зерновая моль там есть. И поэтому мы в холоде храним. Это большие помещения, довольно-таки затратно. Это постоянные процедуры по перемешиванию зерна, проверки через сито, специальные, чтобы моль удалять. Это ловушки для моли. То есть, у нас принципы, химии никакой, понимаете? А поэтому, вот, а некоторые, кстати, некоторые был такой, что кто-то там дожалился. Там я долго хранил, человек пишет, и вот потом открыл, а там моль. Радуйтесь, радуйтесь. Ну, а не хотите, чтобы моль, так сказать, в холоде хранить, а либо иногда просеиваете, просто перебираете, смотрите, или, ну, можно заморозить. Кстати, при заморозке сохранность зерна там, ну, вечная, вечная. И это лучший способ в природе консервации. Мы про это несколько раз уже говорили. Да, ну, и кто захочет из вас тоже, либо муку уже готовую, либо зерно биоорганик, а плюс там еще бобовые, черная чечевица и прочее, то заходите на наш сайт по зерну, ссылку на него я тоже здесь оставлю на втором месте сверху, ну, ссылочки я оставлю, вот вторая сверху будет на сайт по зерну муке. Идем далее. Здравия желаю, товарищ Юрий Андреевич. Здравствуйте. Как бы, было бы хорошо сделать так, чтобы пластик заменить на стекло? Всегда покупаю у вас продукцию и всякий раз мечтаю мысленно о том, когда у Юрия Андреевича найдется время и силы баночки на стекло. Уж сколько пластика набирается за год или за годы, что невольно становлюсь причастным к спросу на этот вредный продукт. А как бы хотелось переплатить, но обезопасить хоть немного нашу матушку-землю? Я вас понимаю, мы постоянно к этому идем. Во-первых, смотрите, даже мед, казалось бы, да, ну, его никто в стекле практически не посылает. Мы в любой точке города России и страны мира посылаем вот всю нашу продукцию и в том числе мед в стекле обматываем в много-много слоев пузырчатого полиэтилена, прочее. Ну, это тоже, да, понятно, что полиэтилен, пластик, полимер. И говоря глубже и шире, мы пытаемся решить, постепенно меняем на стекло и какую-то другую упаковку, но не все, к сожалению, так просто это можно сейчас сделать. Но зато можно весь пластик сдать в пункты переработки. И вот, например, вот моя старшая дочь, например, она четко все разделяет, ну, живет там, она сейчас одна, и вот она сама это делает и потом сдает, ездит, понимаете? Но я советую вам делать точно так же. А мы будем стараться, чтобы как можно больше продукции было не в пластике. Но вот сейчас, знаете, как отдельно принимаю, в любых городах есть такие пункты, даже в маленьких найдите, отдельно пластиковые крышечки для бутылочек, там, все-все-все-все, вот упаковку с фольгированной вот этой частью. Так что, пожалуйста, я тоже призываю всех зрителей к такой экологической вот безопасности, мировоззрению и поддержке жизни планеты, Земли и человека в том числе. А вот вопрос такой, если вырастить фрукты на чистой почве, которые были ранее, то есть вот так же, которые были ранее, так непросто сделать, то этот тип питания, фруктоедение, станет для нас самым предпочтительным. Жду теперь видео про эволюцию человека. Ладно, про эволюцию будет, а вот про ваш вопрос. Смотрите, действительно, поясню для людей, кто не в теме. У меня выходили такие видео, бесспорно. Человек по всем морфологическим, анатомическим, биохимическим критериям является четвертой категорией плодо. Не плодо, не плоть, не траво, не все ядные, а именно плодо, плоды, как вершины концентрации энергии и питательных веществ. Причем, в неизмененном виде, ни жареном, ни вареном, как в природе, все существует, и все едят только в живом сыром виде, а не в вареном, жареном тем более. Ну, это в идеале. Но я выпускал несколько видео и объяснял, почему в наши дни мы не можем питаться только плодами. И ошибки на сыроедении, какие люди допускают ошибки. Человек, видимо, это посмотрел, понял, и вот задает такой очень логичный вопрос. Но я скажу вам так, этого недостаточно. Во-первых, действительно, должны быть чистые почвы, которые очень долго все в обороте не были. Во-вторых, проблемы не только что экологически чистые, а в том, чтобы плоды, которые вы вырастили на определенной почве, содержали в себе, в своем составе все необходимые питательные вещества, которые, как говорится, природа дала, заложила потенциал, какие и сколько они могут в себя вобрать. А это зависит от почв. И дело не в экологичности почвы в данном случае, а в том, содержатся ли эти минералы вот в данной почве или их там просто нет. И про это у меня было несколько видео. Я глобально эту тему, эту беду поднимал в своем видео «Лес и почва». Посмотрите его, непременно, но очень советую. Вот, это вот второй фактор. А другие факторы, все, начиная от условий среды, одежды и прочее вокруг вас, какую воду вы пьете, какая она у вас там, какие свойства. Кстати, про родники мы поговорим дальше. Но и я подробно это объяснил в своей старой лекции «Девять причин болезней». То есть, факторов на нас в наши дни действует много, но, конечно, каждый фактор, если вредный, убрать, это уже будет прибавка и к потенциалу жизни, и к здоровью. То есть, конечно, все правильно, но недостаточно. Вот, я думаю, объяснил. К тому же, добавились такие факторы, на которые мы повлиять не можем, ну вот, переехав, я имею в виду, куда-то не можем. Это электромагнитный смог вокруг нас, то есть, вот те ВЧС-ВЧ-излучения, тем более, ну ладно, вот, да, где-то на хуторе еще нет, но спутники, и все больше и больше их будет. Но тут тоже решаемая проблема. В общем, если вы конкретизируете, или кто-то из зрителей, вот прям по пунктам, я поподробнее поясню. Далее. Я забыла спросить, а можно ли наливать в генератор водорода слегка теплую воду, или лучше сначала генерировать, потом добавить уже стакан горячий, чтобы пить воду слегка в теплом виде? Значит, действительно, есть два варианта, и об этом мы, правда, в видео говорили. Вот жалко, вы не смотрели мои видео по приборам. Не раз говорили, правда, значит, что, во-первых, до градусов 50, ну до 40, точно можно наливать, даже до 50 можно, и генерировать, чтобы была уже вода довольно-таки теплая. Но, вы правильно пишете, можно добавить потом горячей воды немного, чтобы выпить сразу, чтобы она теплая стала и сразу выпить. Вы можете, в принципе, брать 40 градусов, вот, прогенерировали, если вам это мало, добавьте чуть горячей, уже просто меньше добавите, меньше разбавите, и пейте. Правильный вопрос. Сразу скажу, да, вот что генераторы водорода последние, то есть, сам, потому что люди до сих пор пишут про старые модели, посмотрели старые видео, думают, даже ссылки не смотрят. Мы под всеми старыми видео ссылки поменяли. УВПН, самый передовой, прогрессивный, ну, и самым высоким КПД генератор водорода свободных электронов. Сейчас, да, ссылку оставлю. Идем далее. Я год назад бросил пить, совсем, пишет человек, а не курю уже 8 лет, но употребление сладкого возросло в разы. Хотя, я считаю, что и с этим можно справиться. Конечно, можно, ну, если, ну, люди-то справляются. Но вот чем его заменить? Хотя бы временно. Вот. Тут постановка вопроса неправильная, я бы сказал, абсолютно в корень неверная, если бы вы не добавили в конце хотя бы временно. Ну, во-первых, вы можете заменить капелькой хорошего меда. И, конечно, лучше бортьевого, дикого меда. Значит, вот, мед у нас такой есть. Мы сами производим есть в Псковской области, ну, там, немного совсем. Есть от наших старых, там, друзей уже поставщиков, и это мед от старобрядцев, вот, от Зосима и других с Алтая. И это мед из одного эко-поселения, он сейчас и вот, и вот нет. Это вообще целебный, перезимовавший в ульях мед, который появится где-то в мае и может кончиться, не знаю, в июне-июле, там, в зависимости от спроса и количества, но его немного. Посмотрите раздел мед на нашем сайте. Я про мед еще пару слов скажу позже, по-моему, был там такой вопрос, но, по сути, это временно все равно и много, не надо. Чайную ложечку, пол чайной ложечки. И пока вам это хватит. Но вы посмотрите видео из плейлиста под названием «Сахар, инсулин» и так далее, да? Про сладкое. И вы очень многое поймете. Вы законспектируете эти лекции, не ленитесь. Начните с лекции под названием «Инсулино-резистентность», а далее уже идите по-другим. Например, что будет, если вы откажетесь от сахара, от сладкого на 10 дней и так далее. Так, теперь про происхождение человека на земле очень интересно вас послушать. Была такая тема, я затронул и в одном из выпусков «Ответ на вопросы». Была такая постановка, была ли эволюция или нет. Я там кое-что рассказал. Вы, кстати, посмотрите, как основу, базу. И вот человеку интереснее глобально подробнее послушать. Меня эта тема сильно интересует, изучаю вопрос. И еще даже не зная о вас ничего, я попала на ваши ролики о молоке, кофе, посмотрела все и разом отказалась. Вот это значит, что я, во-первых, умею объяснять, убеждать, привожу, потому что разумные аргументы для разумных людей. Человек разумным попался. Все, значит, а для разумного человека, ну вот когда он поймет, что это бред, глупость, вот это принимать, есть что-то, пить там и так далее, неестественно, вредно и так далее. Человек принимает для себя легкое и простое решение. Вот такие люди есть. Вот пример женщины, вот отказалась. Всем рекомендую, ну, эти видео. И вы, кстати, дорогие друзья, вот помогайте мне, пересылайте ссылки с просьбой посмотреть своим друзьям, близким коллегам там и так далее. Или с кем спорите тоже. Вы поможете так развивать, продвигать видео и канал. Это очень важно. Это ваша будет помощь мне. Но зачитываю дальше. До этого несколько лет пила кофе со сливками ежедневно три чашки. Со сладостями или бутербродами, с сыром. Ну, классика. Когда осознаешь истину, вот, не правду, а истину, это правильно, уже не остается желания оставаться невеждой. Я очень уважаю таких людей. Это самая высокая степень осознанности, самая высокая степень мотивации. у разумного человека. Вот, слушайте, ровняйте все вот на этого человека, на эту женщину. Вот послушайте, как и что она написала. Кстати, заодно еще раз призываю. Оцените, как пишут интеллектуальные люди и что, каким слогом, какову суть, акценты какие расставляют, и как пишет быдло. А все это херня там и так далее. Да, ну, условно, я утрирую общесобирательно. Хлеб я очень любила. И хоть ела ржаной больше, но отказалась от хлеба, все же отказалась. Но она, видимо, посмотрела мою лекцию про хлеб старую, вот эту. Юрий Андреевич, вы меня очень мотивируете и делаете здоровее. Благодарю. И я вас благодарю. Но, правда, скажу, что в одном из последних видео что-то было про хлеб, очень важное, вторая его часть видео, вот это вот видео, то там я объясняю, какой хлеб, если уж есть его, можно есть, из какой муки и так далее. Вот, так что вот вы можете посмотреть, то есть и варианты действительно есть. Да. следующее писем. Мои кошки передают вам благодарность за корм. Вот за этот наш уникальный корм для кошек. Зарплаты уже не хватает, надо искать дополнительную работу. Вот человек правильно пишет, что можно, конечно, пойти по принципу морально-психологически в рамки себя поставить, ограничить. Поверьте, это очень сильно влияет, вот эти рамки. Когда человек себе установки задаёт о какой-то безысходности, о том, что вот, ну что, ничего не поделаешь и так далее, это так, это во-первых. Во-вторых, это касается вот идеи и цели, цели задачи, вот мотивация, цели задачи, они очень влияют на то, что человек начинает искать пути, улучшить своё благосостояние и как следствие здоровья, ну себя и, например, своих питомцев. Потому что наши карманы, они лечебные, на каждый день, естественно, они лечебные, уникальные, проходят даже болезни у кошек и собак, которые не могли вылечить ветеринары, вот так. Ссылку оставлю и на раздел плейлист, можете посмотреть, там отзывы людей есть, и на эти корма. И, конечно, если вы хотите, чтобы ваши любимцы, питомцы прожили дольше, по максимуму и здоровыми, вот, кормите нашими кормами. Следующее, большое спасибо за ваш труд, слушаю и смотрю вас с удовольствием, живу в Приморском крае. Моя дочь год назад открыла во Владивостоке кафе здорового питания. Прошел год, долги не уходят, стараются всей командой, но вокруг столько дешевых забегаловок. Подскажите, вы человек с опытом, как не бросить такое хорошее дело, когда вижу, что руки опускаются? Вы знаете, важнейшее, я бы сказал, такое письмо, и очень хочется, конечно, помочь. Чтобы это сделать правильно, глубоко осмыслить надо, а значит, понять ситуацию, увидеть, что за место. Ну, я говорю, по-хорошему, я дам сейчас какие-то советы, но как это надо в идеале? Почувствовать, увидеть, кто ходит, как, где находится в городе, как вы рекламируете. Ну, давайте я скажу вам, исходя из того, что вы написали. Здоровое питание, кафе, если оно так вывеской позиционируется и так далее, это великолепно уже. Вопрос, видят ли эту вывеску люди? Значит, как где-то в соцсетях вы ведете какие-то блоги и статьи пишете, как мотивируете людей, именно тех, кто живет в вашем городе? Потом, я советую завести YouTube-канал и каналы в соцсетях, прямо вашего кафе. Акцентируйте, что вы в таком-то, ну, в Владивостоке, что Владивосток, кафе здорового питания, да? Назовите канал, допустим. В поисковых строках везде теги прописываете так, чтобы вас увидели люди, живущие в вашем регионе. Заведите доставку еды. Многие ленятся сейчас, а так, живущие в городе у вас заказывали бы с доставкой на дом. Сделайте какой-то клуб, ну, например, знакомств там, по интересам, там, скажем, вот веганов в вашем кафе. Напишите где-то, чтобы люди увидели проходящие, что с доставкой и контакты. Объясняйте в видео, какие преимущества вашей продукции, что люди получат от этого, то есть, качество жизни улучшится, будет больше энергии, сил, а значит, вы сможете активней, продуктивней работать, трудиться, и значит, зарабатывать. Для многих это мотивация хорошая, что они будут больше зарабатывать, а не просто дольше жить. Плюс для кого-то, а поэтому это важно, качественней жить, дольше быть, активней, там, ну, и так далее. И в этом роде. Украсьте каким-то образом кафе, чтобы там было как можно душевнее. Очень важны постоянные клиенты. Возможно, для кафе будет правильной мерой завести какие-то карточки, карты лояльности со скидками, накопительными, возможно, или бонусом. Будете что-то выдавать, например, мыло наше берите, кстати, про мыло там будет вопрос, я дальше скажу. Покупайте, закупайте наше мыло оптом, например, напишите нам, и выдавайте хорошим клиентам, которые, ну, смотрите, что это выгодно, например, кусочек мыла. Кстати, можете и продавать его там, например, ну, например, или что-то еще. Или, кстати, наш шоколад, почему вы не берете? Заведите какие-то наши продукты, которые вы для кафе, вот прям, ну, наше кофе, например, уникальное, какао-капучино, например, там, все, что тематически вам подходит. И тем самым вы тоже можете, так сказать, повысить свои продажи. В общем, я то, что на ум пришло быстро, вот скользко сказал. А детальнее я бы мог придумать там много разных тонкостей, хитростей, но это надо знать. Так, мыло действительно шикарное, вот, мне пришел на днях заказ, и теперь на год у меня будет лучшее мыло, человек, видимо, много взял с запасом, какое я когда-либо использовала. Наше мыло, я хочу сказать, это действительно лучшее мыло, ну, наверное, может есть тоже очень хорошее, но, во-первых, даже основу мы делаем сами, то есть, вот, куда входит 6-7 видов масел, а не покупаем никакого глицерина, как вот. Бывает так, что бутики по мылу покупают где-то основу, и потом добавляют какие-то эфиры, там, другие масла, и вот вроде ручная работа, и действительно ручная, но там совершенно может быть и неполезный состав основы. У нас это все свое, до 13 видов масел входит в состав эфира, и натуральные, столько компонентов, это никакой химии, наше мыло, по идее, можно есть, делать это не надо, но не страшно, если человек съест. А вообще, главный критерий, что можно на кожу наносить, это я вам так скажу, вот если это можно съесть, можно на кожу, нельзя съесть, нельзя на кожу, все. И это по жестким критериям, по правильным критериям. Ну, зачитываю дальше. Из нового заказал еще горячий шоколад, тут, кстати, то, что я для кафе рекомендовал, он тоже оказался, просто невероятного вкуса, пью редко, но, так как я сейчас на этапе полного отказа от кофе, и промышленных сладостей вредных, он очень выручает, если прям сильно хочется чего-то сладкого и вкусного, а туда, да, просто дегидрированный виноградный сахар входит, натуральный, но сахар, но натуральный, и как промежуточный, очень, и как промежуточный этап, очень даже, ну, кто хочет полностью от сладкого всего отказаться, хорош, у нас есть и кофе, из семи видов трав сделанный, не из кофе обжаренного, а, все наши продукты сыроедные, термически не обработанные, это уникальные технологии, вакуумные сушки, там, дегидрация, меланжирование, ну, короче, разные современные технологии, там, CO2 экстракции и так далее, короче говоря, наш кофе, это прям по вкусу, как кофе, только безвредный, ну, и какао есть, и кофе, и капучино, и другие виды, так, поэтому, еще раз, дорогие друзья, вот, покупайте нашу продукцию, вы поддержите, во-первых, нас, наше производство, развитие их, очень важны социальные, кстати, проекты мои, и другие, я говорил, какие частично, а частично, еще кое-что никто не знает, потом скажу, скоро будет отдельный канал, и вы укрепите свое здоровье, принесете себе, во-первых, наслаждение от очень хороших, приятных вкусов, новых вкусов, которые вам помогут уйти от вредных вкусов, привычных, старых, которые брали вас в зависимости, вредные, вы это уберете, и улучшите здоровье, больше будете и дольше жить, но это разве плохо, это обоюдная, такая симбиотическая, выгода. Далее, про эволюцию, тема, конечно, интересная, но если официальная наука, хоть какие-то попытки, доказательств делает, генетический код, это вообще не доказательство, вы воспринимаете это, как якобы доказательство, но вы в этом ничего не понимаете, вы это проверить не можете, это игра слов. Филогенетические деревья, я тоже могу вам нарисовать графики и чертежи, а если я найму художника, он вам покажет прямо неандертальцев, вы можете даже там написать, что это вот человек, там, 12 тысяч, пятьсот пятьдесят лет назад, и т.д. Вот именно, что и т.д. Вы же в своих аргументах скромно умолчали, о чем? Это оригинально, конечно, я говорил, во-первых, у меня была лекция когда-то, много лет назад, про это дело, я там подробно говорил, потом, я же это не отдельное видео посвятил этому, я в рубрике «Ответы на вопросы» вот сказал кое-что, ну ладно, как по-вашему появилась жизнь на Земле, вот сейчас поговорим, после того, как образовалась Земля 5 миллиардов лет назад, и возникли разные виды, вот вопрос в том, как они возникли, хотелось бы аргументированный ответ, а не в духе, мы все живем в матрице, стоп, стоп, вы от меня, вы новый зритель, я так понимаю, вы просто залетный человек, вы случайный, вы если бы, вы такое, никогда бы меня так не оскорбили бы, а вы меня оскорбили, если бы вы смотрели мои видео, я никогда в жизни такое вот не говорю, в матрице в какой-то мы живем, пространственные речи никогда я не говорю, не излагаю, я всегда четко все поясняю, если действительно наша планета, там 5 или 6 миллиардов лет назад появилась, потому что, конечно, сейчас кто-то будет говорить, вот нам, как в Библии написано, столько лет, или там, ну про плоскую Землю мы еще дойдем, но все-таки давайте, вот 5-6 миллиардов лет, неважно, много, и действительно мы видим по археологическим раскопкам, а это факт абсолютный, хотя кто-то считает, что это не абсолютный, это абсолютный факт, это я сам, как человек, который занимался раскопками, ну потому что в биологогеографическом факультете я в свое время учился, и соответственно, у нас были геологические экспедиции, и мы находили в разных совершенно карьерах, разные древние формы жизни, я лично это, то есть нет, а некоторые вообще, которые вот такие сидячие, компьютерные, такие эти диванные эксперты, они там нигде ничего не были, не знают, и все охаивают, это, конечно, чушь полная, это я могу лично свидетельствовать, и гарантировать, ну не знаю, чем хотите, что это так, есть было, и динозавры, и наши коллеги находили, в некоторых карьерах, он в Воскресенском, например, там аммониты я такие находил, вот аммониты, ну такие головоногие древние моллюски, узкие довольно-таки, но большого диаметра раковины, очень красивые, когда распилы делаешь, смотря какие там породы и отложения, там они могут быть прям как разноцветные, такие сиять, ну перламутр, да, например, ну и белемниты там находили, чертовы пальцы так называемые, там, да, в других карьерах, ну короче ладно, так вот как шла эволюция, во-первых, эволюция с той точки зрения, что изменчивость существует, это есть, но во-первых, в чем я абсолютно убежден, из неживого живое не появлялось, это просто аллогизм, и этого не может быть, и никто это искусственно, экспериментально не доказал обратно, были попытки, это все глупости, ничего там конкретного не было, желаемое задействительное, так, теперь, никто не доказал, как были, когда вот эти крупные арморфозы, то есть, из, скажем, образования новых типов, или классов животных, нету, ну про эволюцию человека, ладно, чуть далее, так вот, как по-моему, так вот даже в советское время, когда наука была наукой, никакой альтернативного, ничего от этих не было, да, была теория панспермии, что жизнь когда-то была принесена на Землю, в подготовленную среду из космоса, может такое быть, может, но не инопланетянами, допустим, а речь там шла на астероидах, метеоритах, внутри метеоритов, в виде спор там каких-то, значит, организмов, которые, как вот сейчас уже известно, он при минус 200 градусах, не погибают, и в космосе, и при замораживании, например, тихоходки, это может быть теоретически, 100%, абсолютно может быть, и вот это я считаю, что один из вариантов, очень возможных, как появилась жизнь на Земле, если мы не будем лезть в дебри, и в глупости, и мы понимаем, что космос существует, миллиарды галактик, миллиарды, сотни миллиардов звезд, и уж сколько триллионов планет, в каждой галактике, то это значит, как я уже говорил, по теории вероятности, что разных форм жизни, разумных только, должно существовать сотни тысяч, по теории вероятности, теперь, возможно, жизнь на каком-то этапе, может быть, какие-то формы жизни, а скорее всего, человека, была занесена, то есть, люди прилетели, на планету, на нашу, когда-то очень давно, то есть, как говорят, какие-то древние шумерские, древние славяные, там сказать, арийские веды, индийские веды, и другие различные источники, древние, древнейшие, древних цивилизаций, не будем забывать, что и точная научная датировка, на камнях, или где-то еще на скалах, есть изображение в скафандрах, со шлангами, дыхательными, и так далее, космонавтов, космических кораблей, и так далее, давайте не будем сейчас развивать эту тему, я считаю, что человек появился на земле, потому что прилетел сюда, как, кто поселил, когда, какие культуры, расы, это все вопрос другой, а вот то, что изменчивость существует в некоем пределе, это называется нормой реакции, предел, в котором существует конкретный признак, в том числе и изменчивости, по росту, размеру, так сказать, и по преобразованию, только небольшому, это да, но никто никогда не создал, и даже намеки на новый вид, я уж не говорю про род, семейство, отряд, класс, тип, тем более царство, ну это понятно, а вот то, что мы называем гибридами, в растительном царстве, новые сорта, или породы, в животном царстве, так сказать, вот какие-то, со своими свойствами, так там биохимия, анатомия, вся та же самая, ну например, у свиньи, как у кабана дикого, и вот биохимические процессы, те же и так далее, и новый вид человек никогда не создал, говорят, на это надо огромное количество лет, это прекрасно, также, например, очень интересная тема, там про кистеперых рыб, которые считали, что они вымерли, они, он оказывается, не так давно, в 60-х годах, только прошлого века, обнаружены были в океанах, что они существуют, а считалось, что многие миллионы лет назад вымерли, но это вообще отдельная тема, ладно, так что я кое-что ответил, а отдельное видео, может быть, придется когда-то сделать, прям где я разберу, это так вот, прям в пух и прах, все это дело разобью, аргументированно доказать, но задуматься, я уже довольно-таки много сказал, так, следующее, Юрий Андреевич, очень было бы интересно ваше видение о происхождении человека, ну в принципе, я уже сказал, возможно ли такое видео от вас со всеми мельчайшими подробностями, да, там много, потому что существует разных вариантов, есть наиболее, правдоподобные, хотелось бы получить от вас почву для размышления, да, но почва такова, я уже сразу скажу, что я уверен в том, что человек, ни от какой кэш обезьяны не произошел, это вообще бред, вообще бред, я не буду сейчас объяснять, почему, даже с точки зрения биохимии мы к свиньям ближе, чем к обезьяне, внешнее сходство, и все от этого за уши притягивалось, всегда, а вот то, что обезьяна, если я этимологию слова, повторить, и понимая, что такое древнерусские корни, что такое слово образование, то обезьяна, это образ без янь, я говорил в своих старых видео кое-что об этом, и об этом, по-моему, в семи великих тайнах космоса, говорил, Рерих писал, ну, естественно, не придумывая это, ссылаясь на какие-то очень древние источники, манускрипты там и прочее, и вот то, что была некая инволюция определенная, наоборот, что обезьяна произошла от человека, вот тут-то мы как раз, вот все, с точки зрения логики здравого смысла и науки, кстати, встает на круги своя, то есть, вроде бы, те сходства определенные, которые есть, противоречий в том нет, ну, не обезьяна от человека произошла, а наоборот, а человек со своим уникальным разумом, интеллектом, особыми чувствами и очень развитой душой, он, конечно, не эволюционировал, абсолютно, начало творческие развивались, интеллект, да, индивидуальная эволюция существует, но идем далее, Юрий Андреевич, спасибо за любимую рубрику, ну, ответ на вопросы, а вот Александр Андерсон, веган, ну, известный блогер и такой, значит, активист движения веганского, считает, что, ну, она проживает в этой, в Швеции, что ли, в Швейцарии, не помню, веганский вид питания не повредит здоровье, ну, естественно, также она считает, что земля плоская, о, да, что вы думаете насчет ее этих убеждений, вы ранее рекомендовали ее видео к просмотрам, конечно, что касается аргументов разумных, логичных в плане веганства, я очень рекомендую ее лекции, но, к сожалению, она посмотрела много видео, вероятно, Милованова, ну, я уверен, что оттуда ноги растут, я это сужу по косвенным признакам, да, она сама скажет, да, наверное, оттуда услышала, потом стала смотреть, изучать, она считает, что земля плоская, причем, она убеждена в этом абсолютно, правда, я не слышал, что я много видео посмотрел специально, что она считает за границами, что земля плоская, вода, поэтому никуда не стекает, а была бы шара, она бы стекала, даже гравитации, ну, наверное, не существует, не помню, я как она про гравитацию сказала, что притяжение, ну, хорошо, я тут сразу аргументы какой приведу, ну, тем людям, которые считают, что гравитации нет, ну, киньте вверх чего-нибудь, он чашку, вам, она упала, все-таки что-то притягивает что-то вниз, а почему же вы считаете, что воду не притягивает, потом она забыла, или может не знает, что есть такое, она говорит, как держится вода, почему, если земля шар и постепенно идет, так сказать, вот искажение, ну, то есть, круг, да, мировой океан, как вода держит, вы знаете, что есть понятие, коэффициент такой, даже есть поверхностного натяжения между молекулами воды, вот поэтому и держится, так что здесь капля, она круглая, и не гигантская, а маленькая и держится, правда, капелька или роса, вы видели, вот, Александр, если вы вдруг смотрите мое видео, послушайте аргумент, росу на листочке растений видели, а вы видели, что она кругленькая, что она очень круглая для своего маленького размера, ну, она чуть-чуть приплющенная, но это круг, шар маленький, почему, как это происходит, почему она держится этой крупинкой и этим шариком, да, многие идут дальше, как раз считают, что Земля плоская, некоторые считают, что какой-то стеклянный купол есть, что звёзды, это вообще голограмма, что космоса нет, ну, это вот Милованов об этом рассказывал, что никто не видел, как голуби, это я уж, да, прям так и говорил, Милованов, что голуби, голубей никто не видел гнёзда, как они, что это голограммы какие-то, там я, так, ладно, значит, это, конечно, полная чушь, но насчёт Земли, и, во-первых, я хотел бы об этом сделать видео, я призываю тех учёных, которые смотрят вдруг это моё видео, или вы знаете серьёзных учёных-физиков, ну, и любых иных специальностей, которые могут аргументированно, казалось бы, на такой действительно вопрос докажите, что Земля круглая, привести абсолютные и неопровержимые доказательства, и мы запишем это, либо хотя бы я на основании их доказательств, своих, сделаю такое видео, которое поставит в этом вопрос точку, поэтому пишите мне, дорогие друзья, об этом, почту оставлю под этим видео, помогите мне тоже, да, ну, это вот, было бы здорово, но я приведу один такой интересный пример, если, конечно, Александра считает, что космоса не существует, это одно, но, если она считает, что космос существует, а даже если и не так, нет, это даже не важно, я объясню вот таким интересным способом, дам пищу для размышления. Так вот, дорогие друзья, к чему я это говорю, насчет формы окружности любой малой части воды, и потом не только воды, опять-таки клетка человеческая, клетка растительная, все стремится к окружности и к объему, и эти закономерности присутствуют везде, от самого малого на уровне микросистем, до самого большого, кто во что верит, допустим, на уровне космоса, все подчиняется одним единым законам причинно-следственных связей, и что в малом, что в большом действуют те же самые законы, причины и следствия, и потому вывод здесь такой, если мы видим рассинку круглой, объемной формы, то безусловно и Земля круглая, как и все в космосе, все круглое и близкое к этим формам, а по поводу там фотографии и так далее, я сейчас не буду говорить, что там, значит, она говорит, что это снимается на такой, как рыбий глаз, типа, ну вот, на камеру специально, чтобы с космоса мы видели, что это круг, а на самом деле все это плоскость, про самолеты, которые не летают там через полюс почему-то, и Антарктиду там, и про многие другие вещи, так вот, давайте, пожалуйста, аргументированно подготовим очень серьезную информацию, сделаем видео на эту тему, поэтому, дорогие ученые, посмотрите видео сначала, 3, 4, 5 основных, что Земля, мол, плоская, доказательства, какие, что она плоская, выписывайте, приведите, абсолютные научные доказательства обратного, и пришлите мне, давайте с вами, либо подискутируем, либо видео запишем совместно, либо эти материалы я возьму, и сделаю такое видео, которое все, как говорится, в точку ставит, ну, пока достаточно, здравия, Юрий Андреевич, скажите, пожалуйста, о батате, это сладкая картошка, ее пользе или вреде информации мало, я вам верю, суть такая, батат, штука полезная, если выращенный на экологически чистых почвах, без химии, если в сыром виде ее есть, а если в вареном, там очень много становится фруктозы, она почему сладкая становится, вот когда вы едите батат, он чуть-чуть, может сладковатый, но не так, а когда вы сварите его, потушите, он аж прям сладкий, как конфета, а потому что он состоит из анулина, и нулина это полисахарид, который состоит из там молекул фруктозы, фруктоза сахар, происходит карамелизация, короче говоря, сырой советую, вареный очень редко, лучше вот в сыром виде, да, ну а вареном очень много сахара, а сахар, плохо это в любом случае, конечно это, конечно это не сахар, а фенат, но все же, вы наверное понимаете, о чем я говорю, мои видео смотрели, Юрий Андреевич, спасибо вам большое за видео, вопрос, нормально ли обрабатывать дачные участки от комаров и клещей, вредно ли для человека, говорят, что пчелы от этого не погибают, значит, понимаете, какая штука, вопрос в том, что это за вещества, если это какие-то разработанные вещества, которые действуют на биохимию, конкретно только, например, клещей, или комаров, что менее вероятно, то это еще ладно и допустим, можно от клещей, правда, мы не знаем долгосрочные последствия, влияние на других насекомых, на почву, впитывается ли это через корневую систему в тело растений, как влияет на процесс формирования плодов, это все равно риск, если мы говорим про химию, которую там десятки лет назад обрабатывали и дали, это страшно вредно, это по-любому вредно, и люди, вот раньше обрабатывали леса, люди, по пушкам, вот где люди ходят в основном, не в чаще же, а там люди грибы собирают, это страшное дело, я категорически не рекомендую, что касается комаров, есть такие ловушки для комаров, суть там в том, баллон с углекислым газом, он дозируется, именно на углекислый газ они слетаются, они прям роем слетаются, а потом включается по таймеру определенный, либо по датчику, ну, суть я объясняю, процесс технологии таких приборов, основоположники американцы очень хорошие делали приборы, потом раз, и вдувается в себя, вот этот прибор, облако комаров, и в сетку трамбует, как бы там, ну, под давлением, и, кстати, это очень хороший корм для кур, например, там, для каких-то перепелок, или там, для рыбы, если у вас пруды есть, прям раз туда высыпать, это сказка, то есть, и комаров не будет в округе, причем, одна такая штука, аппарат, она может там в радиусе каком-то, я не помню, там, сотни метров, там, ну, то есть, есть такие, да, конечно, производят все по-разному, и какие-то, может, такие маломощные есть, и не очень качественные, а какие-то есть, американские, раньше были, правда, надо отдать должное, очень хорошие, да, то есть, вот, а что касается клещей, это все сложнее, есть, конечно, костюмы пропитанные определенной химией, где они прям погибают сразу от того, что прикасаются, ну, надев подложку какую-то из хлопчатобумажной ткани, ритузы там, условно, то, конечно, можно такую одежду, если вы идете в лес, да, там, ну, либо рисковать и постоянно просматривать себя, ну, животные, конечно, есть ошейники специальные против клещей, там, брызгать куда-нибудь на холку, где, например, собаки не смогут себя вылизать, там, ну, в крайнем случае, куда-то надо в чаще идти, ну, как-то так пока, так, значит, Юрий Андреевич, здравствуйте, купил инфопродукт 22, номер 22, вот этот мой инфопродукт, скажу тем, кто не умеет анализировать и не конспектирует ваши лекции, он очень нужен, я пересмотрел ваши видео, ну, 70% точно, и то, что вы говорите, вы в инфопродукте, вы и до этого говорили в ваших лекциях, но, если человеку дорого время, то лучше его купить, а видео ваше смотреть, всем рекомендую, всегда, когда они выходят, или пересматривать те, которые уже есть, я вас благодарю за очень такое конструктивное и важное письмо, сам бы, наверное, даже и не сказал бы про инфопродукт, вот понимаете, какая штука, объясню, ну, человек все правильно написал, единственное, я поясню, действительно, это как бы обобщение, это как бы выжимка трудов моих там лет за 10, как минимум, там дана, по сути, технология, как быть здоровым человеком, особенно, там важна информация для тех, у кого доброкачественные или тем более злокачественные опухоли, не дай бог, но вообще всем, и вот к любой методике лечения, скажем, грибными препаратами фунготерапии или там препараты профессора Исаева, добавки, БАДы разные и прочие, меры любые, это просто жизненно необходимо как база, как основа. Посмотрев, законспектировав этот инфопродукт номер 22, изучив то, что я там говорю, законспектировав, у вас появится, по сути, методика и план действий, как жить. И это, в случае выполнения, ну, огромный шанс добиться желаемых результата по здоровью даже при серьезных заболеваниях. Поэтому я рекомендую тоже всем инфопродукт номер 22 приобрести, ссылку я оставлю под этим видео, благодарю за письмо. Ну и идем дальше. Зачем сахар в лимонную воду, пишет человек? А, тут я поясню, тут прям надо сначала объяснить, а потом зачитать целиком, как человек написал. Вот я объясняю, сотни раз объяснял, и в том видео, откуда человек это выписал, а по сути так, вот вода, воду пить надо, именно воду, в основном, потому что вода это универсальный растворитель. Если между молекулами воды уже какое-то вещество разведено, это раствор, это не растворитель, такая вода, жидкость уже, не будет, как вода, как растворитель работать, выводя из организма токсичные вещества, отработку метаболиты. В той мере, в должной, не будет. И я объяснял второе, что сахар противодействует очищению, сахар вызывает воспалительные процессы, тогда как лимонная вода, например, или вода с яблочным уксусом, ну она более сильная, гораздо, определенные дают преимущество, по желудочному соку в норму приводит, дезинфицирующие свойства желудка как следствие увеличиваются. Ну и, соответственно, сахар снижается, я это объяснял, сахар снижается от этой, казалось бы, органической кислоты, это правда, органической кислоты, которая постепенно, не сразу попадая в организм, дает щелочную реакцию, что очень хорошо. Но сначала работает, как кислота, растворяя, например, определенные камни, или желчь густую. И тут человек пишет, то есть я все разжевал, объяснял, он пишет, да, кто-то написал, мол, я зачитываю, прикалываюсь над человеком, который пишет, а можно сахар в лимонную воду добавлять? Это после того, как я объяснил, что это просто антагонист, что это вредно будет, что наоборот нужно в чистом виде, чтобы снизить сахар в крови. А человек какой-то написал, сахар можно? Я говорю, что с людьми происходит? А человек еще вот на это мой разбор посмотрел, двойной акцент, и пишет, зачем сахар в лимонную воду? Добавлять нужно натуральный мед. Все, как говорится, приехали. Это просто, я не знаю, что даже сказать. Может быть, вы напишите, уважаемые зрители, напишите этому человеку чего-нибудь, хотя бы даже под этим видео, ну, напишите. Можно было бы из моих тех пояснений, разжеваний, такое понять, чтобы можно было такое написать. Такое написать. Я даже не знаю, стоит ли пояснять, вот какую чушь человек написал, почему? Ну, по-моему, предельно очевидно, я даже не буду. Доброго времени, спасибо вам за ваш труд. И можно вопрос? Так в чем в современном мире воду лучше хранить? Пью только воду с родника. Прибор ваш, ну, видимо, имеет в виду систему обратного осмоса, проточная. Это хорошо, но я лучше, по старинке, а как? Человек решил на грош пятаков. В пластике, даже пищевом нельзя, конечно, нельзя. Расскажите, пожалуйста, обидонных советских, алюминиевых, в них можно? Я просто в шоке. Охренеть. Посмотрите мое видео про посуду. В какой посуде можно готовить? И про алюминий, что-то там услышите? Я просто в шоке. Как раньше молоко в них возили? Страшное преступление перед людьми. Но тогда это просто не думали об этом. Не потому что враги народа, сами пили, так уж не знали. Алюминий же тоже выделяет вредные вещества? Надо же! Гениально вы додумались. Правда, выделяет. Или долго хранили в бидонах, как... А в эмалированных бидонах раньше за квасом ходили? Или за молоком? Ходили. Так вы что, не можете в эмалированном? В нержавейке можно? Оно выделяет? Нет, при холодной воде ничего не выделяет. Ну, я уж не говорю там про... Не буду вдаваться, а там керамика. Само собой, обожженные горшки керамические, это самый лучший вариант, да, там, глиняные горшки, там, ну, керамика. Титан, посуда титановая или термосы, там, ну, дорого, понятно. Ладно, ну, можно, можно. Ну, и это стекло, можно, можно. Достаточно? Достаточно. Но я вам вот что на это скажу, на то, что вы сначала написали. Вы пьёте с родника, и вы что, вы думаете, что вы хорошее дело для здоровья своего делаете? Нет, плохое. Почему? Вы скажете, а как это плохое? Это же родник. Это вообще, вы что думаете, родник, это значит, синоним чистоты, её каких-то важных физико-химических свойств, нужных для каждой клетки организма, для организма в целом. Сколько уже про это говорено, сколько проверяли родников, даже находящихся где-то далеко за городом, и когда в них большое содержание железа. Ну, я ладно, про всякую ерунду, типа сероводорода, это вы сразу поймёте, или каких-то там газов даже не говорю, но соли жёсткости. А я и объяснял, почему осмос нужен. Во-первых, чтобы не таскать воду, глупости всякие не делать, потому что вы ничего там такого целебного, вы просто ерундой занимаетесь. В наши-то дни имею возможность. Нет, если это родник, обладающий, во-первых, он нулевой жёсткости вода, или близкая к этому, плюс к этому, ОВП минус 100, 200 милливольт, наличие молекулярного водорода, никаких химических примесей. Я только рад, но таких родников практически, или вообще сейчас уже нет. А вот родники, где были какие-то даже не то, что свалки, а вы знаете, что родники, горизонтально вода, вода может идти на десятки километров. А если там были полигоны, свалки, какие-то захоронения, и неизвестно что, это надо сдать дорогой, тысяч за 20 рублей. Это не вот этот анализ воды, когда скважины делают, и там железо, там сероводород есть, нет, жёсткость, общий ПАЖ, там сотни показателей, и вот такой анализ необходим. И тогда да, можно понять, можно пить эту воду или нет. И то, сейчас такая вода, а вы летом замерили, или осенью, а весной, когда паводки и поля размывают, и вода просачивается, и в родниках уже другая вода по свойству может быть. Зачем всё это надо? Если вы можете купить систему обратного осмоса, там уже ни хлора из-под крана, потому что не будет, никаких минералов, эта вода будет, а потом вы эту воду можете уже, на шунгите настоять, но, самое лучшее, водородный генератор, прибор, о котором я говорил, вот УВП, и сделать воду с отрицательным УВП, но главное, не УВП даже, а то начинаю, сейчас провёз там все, вот на все настаивать, УВП будет отрицательный. Да главное, это не это, а главное наличие избыточного молекулярного водорода, говорю, временно в воде есть. И вот этот водород, как раз, самая главная польза. Ну, естественно, при том, что вода, не обладает повышенной жёсткостью, и вообще она в идеале нулевой жёсткости. Всё. Пояснил, я надеюсь, про эти родники, то есть можно, если вы проверите, сделаете она, а так, и зачем таскать? Ну, зачем? Вам, слушайте, дешевле, даже с очень низким достатком для людей, не мотаться за этой, нет, на даче живёте, ходите где-то одно. Но если вы в городе, не надо хернёй заниматься, я по-другому извините, сказать не могу. Идём далее. Уважаемый Юрий Андреевич, от всего сердца благодарю вас за ваши советы, знания, которые мы получаем от вас всю зиму, квасила капусту, и все семьё ели. Здорово. Также пользуюсь вашим эко-спреем для вот этим, предотвращения вирусных инфекций. Да, я говорил, что помимо того, что убирает заложенность носа, сопли, и убирает зависимость от сосудосуживающих средств, это ещё и мощная противовирусная защита, профилактика. И зашли куда-то, побрызгали, и зашли, не заразитесь минут 20 точно. И, о чудо, ни разу никто не заболел даже насморком в разгар сезона, хотя раньше хоть раз-два за зиму болели, то горло, то насморк. Благодарю ещё раз, и у меня к вам вопрос. При нагреве воды в чайнике не образуется никакого осадка. Можно ли считать такую воду пригодной для питья? Нет. Можно считать, что в этой воде, скорее всего, судя по всему, нету никаких минеральных солей, то есть она мягкая вода, и это хорошо. Но, что там есть другое, мы не знаем. У меня стоит обычный фильтр. Это неправильно. Что значит обычный фильтр? Стоп. У всех разные понятия, ассоциации и так далее. Нет никакого усреднённого норматива, ГОСТа и так далее. Кувшин, может, вы имеете в виду, вы заливаете, типа, гелью, просачивается вода через этот мешочек, там, ну, картридж. И я использую генератор водорода уже почти год, и очень рада, что купила. Ну, наш вот генератор водорода. Но это хорошо. Единственное, что фильтр, слушайте, поставьте систему обратного осмоса, проточную, посмотрите вот это видео о нём, и всё. Посмотрите видео, и поставьте систему осмоса. Не те это деньги, чтобы не сделать это раз и на долгие годы. Следующий. Юрий Андреевич, прошу обратить внимание. О, да, кстати, это очень важно. По данным учёным, биологического института Томского государственного университета, в последние пять лет, в кишечниках ОС, Томской области, фиксируются, увеличение концентрации микропластика. Нельзя к этой информации относиться, с недоверием. Если серьёзный биологический институт дал такие заключения, наш, отечественный, и это очень серьёзно, это лишь подтверждает то, что я говорил. Посмотрите моё видео о пластике. Сейчас есть идиоты, от науки даже. Передачу одну по телевизору смотрел как-то, с дредами какими-то, длиной метр, какой-то парень такой, умник, говорил, много интересного надо сказать. Да, про океан, вообще, изучение темы воды. И он про пластик сказал, чуть ли не смеясь, что всё это ерунда, и на экосистему никак не влияет. Какой же идиот? По-другому просто не сказать. Ладно, далее. Микропластик добрался уже до ОС. Ну, ОСы. Глядишь, так и ОС совсем не останется, а там и других насекомых. Но ОСы там другое. Так нельзя сказать. ОСы у них грызущий ротовой аппарат. Они действительно, вероятно, я уж не знаю почему, надо, кстати, разбираться, есть ли в других областях тоже у ОС микропластик. Проанализировать, откуда они его взяли, тогда можно будет. И тогда понять. Но они грызут. Насекомые, большинство, конечно, такого не будет. Но тема микропластика страшная беда. Страшная беда, и все мы должны раздельно мусор сдавать, конечно. Да. Теперь дальше. Всем говорю про чудовищный вред линолеума. Ну, вот у меня видео было, я там коснулся темы линолеума, а у меня вопрос человек просто задавал, в ответах на вопрос тоже, я там ответил. А тут такая ситуация, и человек пишет, зритель, но знакомые смеются и говорят, что сейчас все вредно. Это, знаете, есть такие идиоты, они там, а жить вообще вредно. У меня даже видео, по-моему, такое было, вот нет, моего помощника попрошу поставить, что, типа, жить вредно, от этого умирают. Вот как раз про те якобы доводы, которые идиоты говорят, идиоты, потому что это полностью переворачивает, перечеркивает, как-то, понимаете, человеческий интеллект, рассуждение, мышление человека. Это просто глумление над здравым смыслом и разумом человеческим. То есть, что значит все вредно? Идиоты. Если что-то объективно вредно, убирайте это вредно из своей жизни. Все, мол, вредно. Нет, не все. Все полезно. А вредно это раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать пять. Убирайте. И чем больше вредного вы уберете, тем лучше будет ваша жизнь. Дольше и здоровее. Какие же люди, идиоты. Это вот дешевое желание заткнуться вот в песок, как страус условный, не видеть проблему, но вокруг происходящее. Расслабиться и плыть по течению. Проще так жить. Проще, но глупее. Я уже про пользу тут не говорю. Тут на первое место разум выходит, здравомыслие. А не даже здоровье. И вот пишет человек, страшно осознавать, что люди ни за свое здоровье, ни за здоровье своих близких реально не переживают. Да, пофиг абсолютно. А я вот хочу таким идиотам сказать. Ну, вот давайте еще раз вот послушаем логику. А сейчас все вредно. Тогда давайте так. Вы им так и скажите. Ну, прыгните с первого этажа. Ну, ладно, прыгнут. Ну, прыгнут. Скажите. Ну, коль все вредно, все опасно, и все равно, какая разница без... Ну, прыгни теперь со второго этажа. А? Ногу сломает или там не захочет. А почему ты не хочешь? А, ну, давайте с третьего теперь. Ну, какая разница, мол? Какая разница, с какого этажа прыгать? Поняли? Вы этим дебилам передайте. Потому что, объясню, совсем для убогих. Потому что, если факторов мало, они повлияют отрицательно на вас. Ну, может быть, организм справится. Или до поры до времени будет справляться. Пока, вот, как говорится, еще относительно молодости иммунитет еще крепкий. От питания зависит, от других факторов. Но пока еще больше факторов. Труднее справляться раньше, проблемы начнутся. Поняли? Лесенку эту, логическую цепочку. Вы приведите им пример с первым, вторым, третьим этажом. Какие же люди дебилы. Пусть они хоть поймут, что они идиоты. Им станет стыдно хотя бы пусть перед собой, что как я мог такую чушь сморозить? Недостойно это человека разумного. Я прошу вас, пошлите этот хотя бы отрывок, ссылку на минуту всем своим знакомым и близким, чтобы они не опускались до уровня ниже животного уровня. Чтобы они вот человеком оставались, не несли чушь, которую позорит звание человека разумного. Ну и последних два письма. Уважаю людей, которые пидорасов называют пидорасами, а не геями и прочими придуманными кличками. Причем самими же пидорами придуманы, чтобы они, значит, так благозвучно звучали. Конченые пидоры, все. Благодарю, Юрий Андреевич. Пожалуйста, во благо. Да, моё видео «Диктатура политкорректности» посмотрите, и к чему я призываю, чтобы не быть политкорректными. Далее, последнее письмо. Всё-таки насчёт кругозора от пребывания за границей. Что я говорю, мол, да это абсолютно не нужно, чтобы знать всё. Если вам это интересно, что там происходит, как там живут, какая там природа, для этого достаточно посмотреть либо передачи определённые, либо почитать определённые книги, сопоставить одно с другим, с третьим, плюс со статьями, если хотите. Вы будете знать больше, чем я привёл пример даже там великого учёного, советского учёного, который расшифровал язык майя. И он не был ни разу за границей вообще, и тем более не был в Мексике. А это доказывает на 100% из 100%, что можно не только знать всё, не побывав там, а можно даже знать больше, чем все остальные вместе взятые. Всё. И вот человек, что по этому поводу пишет. Насчёт кругозора всё-таки от пребывания за границей поспорю. Только пожив за границей, я понял, сколько либералы нам врали. И как врали, я бы ещё добавил. Ну да, я здесь, конечно, соглашусь, потому что в этом смысле разумный человек только, не прозомбированный либерал, который будет на белое-чёрное говорить, а честный человек. Ну да, но только зачем же... Вот я, например, понимал, знал всегда, и не был ни разу за границей, но всё прекрасно, это знал, для меня нового нет ничего. Для этого и не надо там быть. Ну, ладно, не буду говорить, что надо быть умным, разумным человеком. Ладно, только пожив здесь, можно узнать о местной бюрократии. Нет, почему? Есть про это видео, например, люди рассказывают. О местной бюрократии. Новым-то людям зачем в эту прорубь, зачем жизнь свою зря тратить? Зачем от родины своей отнимать силы, потенциал, который ты можешь дать ей и детей рожать здесь быстрее, как говорится, потому что всё-таки русское население вымирает сильно. То есть, долг отдать своему роду, народу, родине, это самое главное. На это время нельзя терять, сейчас, тем более, в наши дни. Уж понаехали туда, 80-е, 90-е, 2000-е уже возвращаются. Некоторые, всё мы знаем, теперь уже не надо там побывать самому, чтобы это знать очевидно. И вот ваше письмо зачитываю, хватит уже, достаточно опыта. О местной бюрократе, плохом сервисе, криминале, сейчас даже беженцы из Украины часто оказываются разочарованными. Да, да. Давайте вставим сюда вот этот маленький кусочек, ролик, как женщина с Украины, по-моему, ну, беженка, как она, её впечатление о том, как её приняли и окружали и помогали русские люди. Вот сейчас, вот недавно. Вот послушайте. Я прожила ещё одну неделю в России. Мои впечатления. Первое. Ни в одной стране мира вы не получите гражданство за два с половиной месяца. Я позвонила в автошколу, говорю, что у меня такая ситуация, у меня два года девочки, я не могу ходить на занятия в субботу. Мне перезвонили ровно через полчаса. Мне сказали, что, девушка, ваши дни учёбы теперь будут по средам. У вас будет отдельно, вы будете без группы, инспектор будет приезжать именно к вам. Девчонки, это в какой стране мира кто-то пойдёт тебе на уступки, кто-то пойдёт перестроить свой график для того, чтобы ты получил образовательную форму. Цель мне никто не поднял. Всё по стандарту, как у них для всех, вот так и для меня. И после этого вы хотите сказать, что Россия – это говно. Такого великого, доброго сердца, как у русских, я не видела нигде. Как человек, поживший в Украине, в Европе, я могу смело сказать, я вернулась домой. Ну что ж, дорогие друзья, напишите, что вы об этом думаете, а я продолжу. Ради этого мы развалили, мол, страну, чтобы вот это получить. Да, для многих был шок, что во многих аспектах жизнь на Украине была организована лучше, сфер воспитания, личная свобода. Ну вот, только непонятно, что вы имеете в виду, сейчас или раньше. Но сейчас поясню. Конечно, они ездили за границу и до этого, но видели только витрину, а сейчас они там пожили. А, ну да, конечно, это другое дело. Некоторые, вернувшись на родину, берут внедрять самое лучшее, это всегда так надо делать, что видели там. Иностранцы у нас очень многое внедряли, лучшее, что у нас видели в Советском Союзе, очень многое внедряли. Но уже не будут думать, что где-то там рай, а у нас болото. Это да, но я хочу еще тут один очень важный аспект сказать. В конце 80-х на Украинскую СССР направлялись огромные средства, строились дороги, самые лучшие, реставрации, ремонт предприятий, новое оборудование. То есть, это была, ну вот, Прибалтика и Украина номер один и два по внедрению новых технологий и всему самому, на тот момент, передовому. Это была мощнейшая металлургия, там, станкостроение и прочее, мощная промышленность. И вот все, что за последние 30 лет все пришло, то, что в упадок, либо еще проедалось, это проедалось теми тварями, которые к власти пришли тогда, в самом начале, после развала СССР, ставленники, американцы. У нас тоже это было. Кто-то скажет, есть и сейчас. Сейчас есть в стократно меньшем размере, чем это было в 90-е и 2000-е даже. А на Украине это было в таком масштабе, который с Россией даже сравнивать нельзя. И вот все это прожирали, ну, как бы это сказать, не народ, конечно. Ну, отчасти людям перепадало что-то, но вот то, что был такой гигантский потенциал, и понимаете ли, это как сделав, ну, условно, в квартире суперотделку, постепенно жить, гадить, сразу оно вроде бы так ничего. Потом ухудшается, но ты не замечаешь быстро это, потому что все плавно происходит. А потом, если только видео осталось, или фотографии как было, и ты можешь сравнивать с тем, что стало, вот тебе тогда станет ужасно. Так вот, это, конечно, тоже очень жаль, тоже досадно, обидно. И обиднее всего, что люди, многие этого не понимают, там, живущие. Ну, это, потому что про зомбированные страшно. Поймут. Большинство поймет, очень скоро поймет. Все. Ну, что ж, дорогие друзья, пишите отзывы, ставьте палец вверх, комментарии пишите обязательно, это важно. И пошлите ссылочку на это мое видео, или на другие тоже, может быть, своим друзьям знакомы, а может быть, в соцсетях выкладывайте, тоже было бы здорово. Покупайте обязательно нашу продукцию, отправляем в любые города России, страны мира. Ну, пожалуй, все, под видео будут очень важные ссылки, переходите, смотрите, это тоже очень рекомендую. Субтитры сделал DimaTorzok